МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а начнем мы с небольшой напоминалочки. В 2022-м в силу вступили разные законодательные нововведения, и многие из них касаются наших с вами денег. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, в этом году нам с вами придется впервые заплатить налог с доходов по банковским вкладам. Рассчитывается он так. Для начала определяется минимум, который налогом не облагается. Берем миллион рублей, умножаем его на ключевую ставку Банка России на 1 января того года, за который, собственно, начислен налог. В нашем случае за 2021-й. Значит, не облагаемый налогом минимум составит 42 500 рублей. Теперь считаем ваш общий доход по вкладу. Допустим, у вас на депозите лежало полтора миллиона рублей под 4% годовых. Вы заработали на этом 60 тысяч. Высчитаем из них минимум и получаем, что налог составит 2275 рублей. Так, со вкладами разобрались теперь про налоговый вычет за занятие спортом. Его в этом году тоже можно будет оформить впервые. Но, правда, сами деньги вы получите уже в 2023-м. Но чеки и договоры уже можно начинать собирать. Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей или не более 13% от ваших расходов. Важный момент. Если вы еще только планируете купить абонемент, проверьте для начала выбранный вами клуб на сайте Минспорта. Если он входит в список аккредитованных, то все в порядке. Если нет, то и вычета не будет. Ну а теперь, конечно, о главном событии начала января. О Казахстане. Кризис, который начался с повышения цен на сжиженный газ, очень быстро перерос в массовые беспорядки и даже привел к вводу в страну коллективных войск ОДКБ. Все это, увы, не могло не отразиться на рубле. В начале января он начал дешеветь и даже опустился до полугодового минимума. Доллар на бирже стоил в районе 77 рублей, а евро – 87. Потом наша валюта начала постепенно отыгрывать позиции. Нефть, в свою очередь, отреагировала на кризис подорожанием. Бренд поднимался выше 80 долларов за баррель. Что же будет дальше? Предсказывать пока крайне сложно, но вот что на этот счет думают аналитики. В ближайшей перспективе мы увидим укрепление рубля, а вот дальнейшее будет зависеть от того, что будет происходить в Казахстане. Если ситуация будет становиться хронической, Россия будет увязать в поддержании порядка, то, конечно, это может начать влиять на экономику довольно негативно. Но пока вот по сегодняшнему дню, думаю, что наоборот, как бы мы можем наблюдать некое ослабление угрозы американских санкций и укрепление нашей позиции в переговорах с американцами. А тогда это, наоборот, приведет к укреплению курса рубля. Я бы так сказал. Ну что ж, обязательно будем следить за событиями в Казахстане и, конечно, обо всем расскажем. Ну а пока от текущих прогнозов переходим к ожиданиям на 2022. В целом, что будет в этом году с нашей экономикой? Удастся ли остановить инфляцию? Да и вообще, чего ждать? Обо всем этом я подробно расспросила экономиста Вадима Жертуна. Давайте начнем в целом с ситуации в экономике. Мы в 2021 входили с четкой задачей ее восстановить. И, насколько я понимаю, получилось. Ну, по крайней мере, по некоторым показателям там очень хорошие цифры. Чего ждать от 2022 года? Точно можно говорить, что мы восстановились, потому что падение ВВП, связанное с коронавирусом, оно полностью перекрыто. Мы вышли сверх вот этого уровня падения где-то на полтора процента прироста. То есть, да, экономика восстановилась. Рост цен на прочие энергоносители, включая нефть и расширение квот ОПЕК, это все для нас, для любимых. То есть, это как раз будет тем драйвером, на котором экономика будет расти. Хорошо, можно сказать, что с задачей на 2021 год, вот с тем самым ростом мы, в принципе, разобрались. Но в 2022 вошли с задачей тоже сложной. Это снижение инфляции. Потому что в конце 2021 она была 8%. В конце 2022 вроде бы Эльвира Набиулина обещает 4,5%. Удастся ли нам обуздать цены? В году 2015 у нас годовая инфляция составляла 12,93%, если я не ошибаюсь. Существенно больше. И как-то экономика жила с этим. При этом надо понимать, что является источником этой инфляции. Это в основном инфляция импортированная. Ну, то есть, вот есть ситуация в глобальной экономике. И из-за коронавируса везде есть этот рост цен. Например, в США. Поговорим о госдолге США. Там планировалась инфляция на уровне 2% в погоду. Получили 7%. Мы планировали 4%, получили 8%. То есть, нормально. Если где-то растут цены на продукты питания или на строительные материалы, мы работаем в глобальном рынке, у нас они тоже растут. Да, мы рассчитываем, что в первом квартале 2022 года инфляция будет максимальной. После этого пойдет на спад. Да, при этом придется поддержать на достаточно высоком уровне ключевую ставку. Но тут ничего не поделаешь. Не могу еще не спросить, конечно, про 2022 год для экономики Петербурга. Каковы будут основные драйверы ее роста? В 2021 году случилось прекрасное событие для городской экономики. Завершился длительный процесс переезда к Газпрома. И теперь основная часть его налогов попадает в городскую казну. А это вдвойне приятно, потому что как раз в прошлом году у нас были рекордные исторические цены на газ. Вот всем хорошо от этого. И Газпрому хорошо, и Петербургу хорошо, и городскому бюджету хорошо. Для нас это означает ускорение строительства метро, расширение городской инфраструктуры. Ну и в городском бюджете заложена очень серьезная социальная часть. Это поддержка необеспеченных слоев населения, это наши школы, садики и так далее. Но в целом, подводя итог, можно сказать, что смотрим в 2022 год с позитивом и ждем только хорошего. С позитивным. Причем хочется такого позитива, как бы это сказать помягче. Год 2021 — это год восстановительного роста, достаточно бурного, потому что рост на 4,5-4,6% достаточно серьезный. Последний раз, где-то это было в 2018 году, наверное, рост был на 2,8%. Такой рекордный. 2,8% — это считалось хорошо, сейчас 4,6% — это серьезно. Это привело к определенным структурным дисбалансам. Что-то отстает, что-то идет вперед, и вот оно такое. А следующий, точнее, 2022 год, он должен стать годом такого умеренного позитива. Когда вот эти вот волны будут затухать, без этих горок спокойно. Экономика не любит волатильности, и нам всем будет от этого только лучше. Ну и в продолжение темы прогнозов. Вадим Жартун вот упомянул, что для снижения инфляции придется поддержать высокой ключевую ставку. Вот такая она сейчас. И это максимальное значение за последние 3,5 года. А ведь прошлый январь начинали с показателем в два раза ниже. Что значит высокая ставка ЦБ для нас с вами? Ну, главным образом — удорожание кредитов. Если в течение 2021-го банкам удавалось держать проценты невысокими, ну, просто за счет снижения своей маржи, то этот год они начали с громкого повышения ставок по ипотеке. Сразу на процент. И мы опять видим двузначные цифры, которых не было в нашей стране на минуточку с 2017-го года. Однако нынешняя ситуация от того, что было 4 года назад, все-таки сильно отличается. Ведь сейчас есть много специальных программ, которые все-таки позволят нам с вами сэкономить. Первый способ — это использование различных программ господдержки, включая семейную ипотеку, дальневосточную ипотеку, господдержка 2021 и так далее. Там у нас процентная ставка колеблется от 4,5% до 6-7,5% в зависимости от вот этой программы. Следующий способ — это субсидирование процентной ставки застройщиками. То есть это акции у определенных застройщиков на определенные жилищные комплексы с конкретными банками. И там процентные ставки могут быть и 0,1%, 3,8%. Вот у меня есть информация 2,99%. Ну а вообще небольшое охлаждение рынку пойдет только на пользу. Ведь в прошлом году он был уж очень разогрет льготной ипотекой и вот этим всем ажиотажным спросом на жилье, помните? А это в совокупности с другими факторами привело к росту цен на квартиры. В Петербурге, например, новостройки подорожали в среднем на треть. Теперь же медленно, но верно мы стремимся все-таки к балансу спроса и предложения. Едем дальше прямиком к повышению по службе. Эх, жаль, получить его суждено не всем. Почему? Да потому что не все умеют правильно о таком просить. По статистике рекрутеров, 70% работающих россиян недовольны своей зарплатой. Большая часть из них пытается говорить на эту тему, но лишь треть потом действительно получает повышение. А все потому, что нюансов вообще-то масса. Либо аргументы выбирают неправильные. Например, нечем платить ипотеку, или сын скоро родится. Либо жалуются, мол, Вася из соседнего отдела уже дважды зарплату поднимали, а я работаю тут дольше. Ну или просто ловят начальника в тот момент, когда у него и так куча дел, и последнее, о чем он хочет поговорить, это ваше повышение. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Ну, в общем, решили мы полюбопытствовать у людей, знающих, как же просить повышение так, чтобы вам его точно дали. Слушаем и запоминаем. Начало года. Удачное время для разговора о повышении зарплаты. Начало года – это хорошее время для того, чтобы поговорить с руководителем о том, что вы хотели бы, чтобы вам повысили зарплату. Потому что чаще всего компании, как мелкие, так и крупные, планируют свой финансовый год в конце календарного года и в начале календарного года. Да и, в принципе, по статистике, по нашей, больше 70% компаний в Петербурге планируют пересмотр зарплат у сотрудников в январе-феврале 2022 года. Прибавку лучше просить устно или письменно? Мы всегда рекомендуем делать такие переговоры, проводить такие переговоры исключительно при личной встрече и, конечно же, устно. Это более неформальная обстановка, поэтому, конечно, если есть возможность, лучше говорить с при личной встречи. А как подготовиться к разговору с начальством? Действительно, к такому разговору, тем более часто, многие говорят, что это не самая приятная тема. Стесняются люди просить деньги, хотя зря, это их настоящий правильный заработок. К нему нужно готовиться. Подумайте, какие интересные проекты или решения вы предлагали в течение всего года. И крайне важный момент – понимать, а какие зарплаты вообще сейчас на рынке есть. И, соответственно, если есть такая возможность, посмотрите, какие примерные, средние предлагаемые зарплаты на похожей вашей должности предлагают, например, в вакансиях других компаний. Так вы поймете вилку. Какие аргументы самые действенные? Чем больше хороших конкретных фактов вы приведете, тем будет лучше. Например, если вы работник в сфере продаж, вы можете сказать, что с приходом меня в данный отдел у нас уровень продаж вырос на такое-то количество процентов. Поэтому мы хотим все-таки получать больше. То есть конкретные цифры, примеры и факты, проценты, данные – это всегда хорошо. И сколько стоит просить? 5-10% от вашего заработка текущего, в принципе, об этом обычно и просят. В плане именно увеличения зарплаты. То есть 5-10% – допустимая такая медиана средняя, на которую можно опираться, и от которой работодатель не подумает, какой наглый сотрудник. А что делать, если отказали? Не расстраиваться, потому что на самом деле мы должны понимать, когда вы просите, собственно, повышение. Вполне вероятно, что финансовые планы у компании еще не начали верстаться, и поэтому работодатель не может ответить. Если вы понимаете, что вам отвечают, мы не можем повысить тебе зарплату, потому что у нас ограничен фонд оплаты труда. Если вы очень сильно любите свою компанию и не хотите с ней расставаться, попробуйте найти подработку. Если вы понимаете, что вас все-таки в компании держит только зарплата, и вам не планируют ее повышать, потому что компания не может увеличить фонд, то стоит задуматься о поиске новой работы. И на самом деле Новый год – это прекрасная возможность найти хорошую работу. Это «Вектор успеха». Мы продолжаем. И теперь про сладкую жизнь. Причем в прямом смысле слова. Ну, вы ведь наверняка заметили, как много на Невском проспекте стало кондитерских магазинов. Сплошные яркие шоколадно-мармеладные витрины. Видели, наверняка. А ведь раньше такая продукция присутствовала, ну, разве что в ассортименте сувенирных лавок. Да и не ехал никто никогда особо в центр за сладким. Гардероб обновить, с друзьями посидеть, в кино сходить – это, конечно, да. Но Невский, как новая мека для сладкоежек – это что-то новенькое. А между тем, аналитики консалтинговой компании JLL подсчитали, что в прошлом году на главной улице нашего города работало аж 18 кондитерских магазинов. А ведь в 2019-м их было всего лишь четыре. Откуда же такая любовь к сладкому? Задумалась моя коллега Милена Иконикова и пошла изучать вопрос. Представляете, пальцы. Есть пальцы. Ну, как бы не очень логично. Или глаза, да. То есть это прямо вот такие человеческие какие-то моменты. Это суперпопулярный мармелад. То есть люди берут пальцы, берут глаза. А что за вкус? Слушайте, ну, что касается пальцев, он такой сладенький, как бы, да. Что касается глаз, как бы, ну, тоже сладкий мармелад, на самом деле, ничего особенного. А еще очень популярен латричный мармелад и кислый. Здесь порядка 300 видов этой сладости. И у каждого свои поклонники. Основные покупатели в магазине – туристы. Во время пандемии чаще российские. Самые большие продажи на праздниках, каникулах, ну и просто в теплые дни, когда мармелад можно тут же и съесть. Мне кажется, сладкое – это же, как бы, то, что повышает уровень эндорфина, да. То есть мы, в принципе, занимаемся, как бы, радостью. Хочется просто зайти в магазин, как бы, и купить какие-то вот вещи, там, не знаю, кислые конфетки у нас прикольные есть, там, во рту разрываются, как бы, да. Ну, то есть это же прикольно. Ты идешь, там, жизнь плоха. Съел, как бы, такой, жизнь хороша. А в этом магазине продают карамельки. Леденцы здесь – своеобразная альтернатива сувенирам. Можно нанести любую символику, даже инициалы или логотип компании. По цене сравнимо с покупкой магнита на память, а впечатлений, по словам создателей, гораздо больше. Мне кажется, люди приходят сюда, ну, не только за покупками, за эмоциями. Очень многие приходят просто посмотреть. Очень многие приходят почувствовать немножко себя ребенком. В конце концов, попробовать можно практически все. Это ничему не обязывает к покупке. И возможность заказать что-то неординарное, интересное. То есть мы делаем все на заказ. Таких лавок сладостей на Невском сейчас очень много. Но рынок еще не пришел к насыщению. По прогнозам экспертов, магазины мармелада и шоколада и дальше будут открываться в городе. Просто, возможно, не на дорогом Невском проспекте, а в других центральных локациях. Скорее всего, дальнейшее развитие магазинов сладостей, оно будет идти, скажем так, вширь от Невского проспекта. То есть не исключено появление подобных магазинов на центральных пешеходных коридорах, где также достаточно высокий туристический поток. Также мы уже сейчас видим присутствие подобных магазинов сладостей в торговых центрах Санкт-Петербурга и Центральных, где также достаточно высокий трафик как локальных жителей, так и туристов. Россияне, в принципе, в последнее время подсели на сладкое. По данным сервисов по доставке продуктов, таких заказов стало существенно больше. В некоторые дни отмечается даже шестикратный рост. Особенность сладких торговых точек на Невском не только яркая, необычная продукция, но и сочные праздничные интерьеры, где очень хочется фотографироваться. Контентом затем обязательно делятся в социальных сетях, и новые покупатели зачастую приходят сюда, откликнувшись как раз на такую рекламу. А теперь поговорим про здоровье. Да уж, актуальная после праздников тема, согласитесь. Но, интересно она еще и вот почему. Наш город, если вы вдруг не знали, является одним из ведущих центров медицинского туризма. Ежегодно как минимум 100 тысяч иностранных гостей приезжают к нам не гулять по музеям, а именно, чтобы поправить свое здоровье. Ну, понятно, что из-за пандемии цифры немного просели, все-таки не все границы еще открыты, но тем не менее. За первое полугодие 2021 года городские клиники и санатории заработали на медицинском туризме знаете сколько? Почти 200 миллионов рублей. Россияне тоже частенько выбирают Петербург, чтобы подлечиться. Ну, собственно, мы занимаем третье место после Москвы и Подмосковья по привлечению пациентов из регионов. За какими же услугами едут? А вот это во всех подробностях пошел выяснять наш корреспондент Дмитрий Тарасов. Главный врач больницы встречает нас с картой, не анатомической, а географической. Точками отмечено более сотни стран, откуда приезжали лечиться пациенты, принимали представителей всех континентов. В 2019 году было около 1400-1300 обращений пациентов-иностранцев. За 2020 год это 1600, и за год текущий, мы еще не подвели окончательные итоги, но это уже 1678 обращений. Похвастаться ростом могут не все клиники, закрытые границы мешают притоку иностранцев. В прошлом году городские больницы приняли 80 тысяч зарубежных пациентов, по федеральным и частным клиникам статистику еще собирают. Но уже очевидно, доходы от медицинского туризма почти на 15% выше 20-го. 80 тысяч иностранных пациентов, 86, принесли в город 593 миллиона рублей, или 10,4 миллиона долларов. Дополнительно, по итогам 2021 года, опять же, та же вакцинация иностранных граждан принесла городу примерно 145 миллионов рублей. Это 73 тысячи иностранцев, которые вакцинировались на возмездной платной основе. Едут преимущественные страны СНГ, это около 70% от общего числа. К ним относятся и трудовые мигранты. Остальные – представители дальнего зарубежья. Впрочем, многие иностранные пациенты – наши бывшие соотечественники. В Петербург приезжают подлечиться по понятной причине. Стоит это зачастую дешевле, чем в странах, где они живут сейчас. Акцент, конечно, в первую очередь на хирургический профиль, потому что это очень дорогие с точки зрения, опять же, западного рынка медицинские технологии, медицинские услуги. Это и нейрохирургия, гинекология, сосудистая хирургия, в том числе и хирургия на сердце. Возглавляет топ востребованных процедур экстракорпоральное обладотворение. Часто на ЭКО записываются китайцы и европейцы. И дело не только в стоимости. Развитие репродуктологии, то есть тех технологий, которые связаны с лечением бесплодия, в Российской Федерации находятся на высоком уровне. Особенно в Петербурге. Надо учесть определенные законодательные послабления, которые существуют в нашей стране. Разрешены ряд процедур, в частности, донорские процедуры, которые запрещены в европейских странах или в Соединенных Штатах. Иностранных пациентов российским клиникам поставляют зарубежные страховые компании. У петербургских больниц десятки контрактов с ними. Помогает и специализированное агентство медицинского туризма. Его создали городские власти. Задача – знакомить иностранное агентство с возможностями петербургской медицины. У нас 35 зарубежных партнеров было привезено в течение сентября, октября и ноября. И вот все медорганизации на безвозмездной основе получают возможность знакомиться с этими партнерами. Это и страны СНГ, и, опять же, и дальние зарубежья, и арабские страны мы охватывали, и европейские страны. Участники рынка медицинского туризма, как и туризма классического, с нетерпением ждут полного открытия границ. Пока же прогнозы на 2022-й дают осторожные, но оптимистичные. Доходы Петербурга от медицинского туризма могут вырасти в этом году на 10%. Ну и теперь поговорим о том, что мы сами себе торжественно пообещали под бой курантов. Нет, ну у всех же есть, наверное, такая традиция. В новом году уж точно похудею, работу получше найду, буду больше проводить времени на природе. И, собственно, именно такие обещания россияне себе и дают. Как выяснили аналитики Авито, большинство жителей нашей страны хотят начать правильно питаться, больше гулять, а еще научиться экономить и, собственно, сменить работу. Ну, кстати, похожие исследования проводили год назад, и можно сравнить, какие цели стали более популярны. Вот, в частности, правильное питание оказалось в топе. А подтверждением тому стал рост спроса в декабре на блендеры и соковыжималки аж на 47%. Ну а мы наш традиционный уличный опрос решили тоже провести на эту тему и спросить, что же пообещали себе в новом году петербуржцы, ну и что они начали делать для достижения поставленной цели. Отдохнуть на самом деле. Выйти в отпуск, съездить за границу. В какую страну? В Венгрию. Что-то уже делаете для этой цели конкретное? А, да. Визу надо сделать сейчас, чтобы купить билеты и сделать прививку, чтобы киркой был. Переехать в другую страну, жить. В какую страну? Не знаю, какую-нибудь холодную, скандинавскую. То есть у вас еще нет четкого плана? Швеция, да, пускай будет Швеция. Больше заниматься активными нагрузками. Уже купили абонемент куда-нибудь? Нет, пока только на работе бегаю, еще не успела. Дожить до 2024. А почему 4-го, а не 3-го? Чтобы пойти на выборы и проголосовать. Ну ты молодец. Активный вы избиратель, да? Активная гражданская пассивная. Конечно. А у тебя какая цель на 2022? Канал раскрутить до миллиона подписчиков. Сколько у тебя сейчас? 100 только месяц назад создала. Стать знаменитой и богатой. Как нам быть дальше не знаю. Я с тобой все потеряю. Каждый раз тебя прокляная. Я себя почтян собираю. И в заключение еще парочка деловых новостей. Кипр признал вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки. Это значит, что те, кто делал ревакцинацию этим препаратом, теперь могут свободно посещать остров. Им не придется проходить тестирование на коронавирус по приезде. Путешественникам без повторной вакцинации нужно будет сделать ПЦР-тест как до, так и после приезда на Кипр. Сборы кинотеатров России в новогодние каникулы опередили прошлогодние показатели. Аналитики кинобизнеса сегодня оценили кассу в 3,5 миллиарда рублей. Это на 15% выше, чем в 2021. Больше всего собрал российский фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» почти полтора миллиарда рублей. От 5 до 20 тысяч рублей за сезон тратят россияне на зимние развлечения. Это выяснили исследователи Озон. Самыми популярными зимними активностями стали прогулки, игра в снежки и катание на санках. Каждый пятый также ходит на каток. Ну а тратят больше всего на теплую одежду, обувь, а также спортивное снаряжение. Вот такой вот вектор успеха сегодня. Желаю вам по традиции успехов во всех ваших начинаниях. Всего доброго и до встречи в следующий четверг в 22.40. Пока.